Выставка продажи белорусского товара открылась фестивалем здоровья. Пригласили детей, ветеранов войны и казаков. Эта инициатива принадлежит белорусской национальной общине. Организовать праздник помогла администрация Адлерского района. Очень интересный проект, в котором сочетают себя элементы творческие, спортивные, знакомство с бытом и товаропроизводителями Белоруссии. И я думаю, полезно будет жителям города Сочи, конкретно Адлерцам, познакомиться с продукцией, попробовать ее. В первые часы работы в выставке уже есть покупатели. Они, оказывается, давно ждут приезда белорусских производителей, которые работают по стандарту и проходят строгий контроль качества. Белорусские ткани, например, отличаются отсутствием синтетики. Я очень давно ждала. Первый раз я купила кучу, и ждала сейчас, чтобы что-нибудь еще подкупить. Большой популярностью пользуются на ярмарке и обувь. Качественное, легкое. Платье, сарафаны, футболки на любой вкус, размер. Есть и офисная одежда. А белорусский лен – визитная карточка республики. Деньными тканями Белоруссия славится издавна. Огромный выбор продуктов питания. Колбасная продукция, молочная. Много сладостей, холба, мед разных сортов, конфитюр из свежих ягод и чай. Десятки ароматов черный, зеленый с разными добавками, имбирь, изюм, календула. Тот бренд, который остался от Союза, он до сих пор сохранен. И то качество, которое особенно на продукты, на пищевую продукцию, она присутствует. И, к счастью, белорусы стараются ее поддерживать. И это люди чувствуют. Организаторы фестиваля не оставили без подарков приглашенных гостей. В рамках акции поблагодарили их за победу в Великой Отечественной войне и за счастливое настоящее. Белоруссия – это замечательная страна. Это богатые, это труженики, это такие люди. С ними легко просто жить, потому что они так же, как ими, любят мир, любят счастье, любят здоровье и процветание. Выставка будет работать три дня. В программе не только продажа качественных товаров, но и выступления творческих коллективов. Ярмарка работает на площади у Адлерского дома культуры с 9 утра до 7 вечера. Елена Ксецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Спасибо за вашу вклад.